МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что, господа, вы хотели узнать мое мнение о том, что у нас в городе Магнитогорск продается? Ну, раз хотели, я вам скажу, что у нас продается в большинстве случаев полный отстой. Потому что ни один из автомобилей, который продается в городе Магнитогорске, никогда рядом не встанет с вот этим автомобилем. Что за автомобиль? Ну, вы все видели, и говорить уже, в принципе, как бы нет смысла, что это действительно лидер мирового автопрома, а еще и в джибостроении. Мы сегодня путешествуем на автомобиле 2008 года выпуска. Мерседес GL320. Конечно, в городе продаются и автомобили, ну, такой же ценовой категории, и новые. Хотя этот автомобиль, объясняю еще раз, 2008 года, приехал из Америки, хозяин покатался немножко по России. Ну, дороги у нас отличные. Проехал он всего ничего, 18 тысяч майлзов, это примерно 24 тысячи километров. И вот сейчас, хозяин, видать, захотел взять АМГ. В общем, я понимаю. Давайте сравним все автомобили, представленные в такой ценовой категории. Кто может быть конкурентом Мерседесу? Ну, скажем честно, Мерседесу конкуренту быть очень-очень сложно. Потому что, допустим, по двигателю. Двигатель трехлитровый, турбодизель, мощностью практически 240 лошадиных сил. Нравится? Аппетитами при этом 10 литров солярки на 100 километров. При этом это максимально возможно фаршированный автомобиль. Вы обратили внимание, что появились автомобили с сегмента премиум. Но, когда вы заглянете в багажник, во-первых, вам надо будет багажник открыть. Здесь багажник открывается автоматически. Здесь третий ряд сидений, которые также выезжают автоматически. Причем вы можете опционно их управлять выдвижением с заднего сидения или, допустим, из багажника. Кроме всего прочего, здесь стоят два люка. Это для того, чтобы вы смогли на этом автомобиле выехать на поле. А на поле мы сейчас буквально выедем, погонять. И вы поймете, что такое Мерседес. Так, это мы начали с багажника, хотя правильнее было начать со штурвала. Мерседесы собирать в России не будут никогда, это однозначно. Мерседесы продавать в Магнитогорске вряд ли кто будет, потому что, извините, сейчас надо склад иметь на 2,5 миллиона евро. Да, сейчас в Магнитогорске. Этот автомобиль, как вы уже заметили, оснащен тремя DVD-проигрывателями. Включает компьютерную навигацию, можете диск загрузить, пожалуйста. GPS-навигация здесь присутствует, разумеется. Автоматический климат-контроль во всех зонах, включая заднюю, третью зону. Два люка, ну для того, чтобы максимально комфортно себя чувствовать. Ну а о том, что автомобиль безопасен, тут без вопросов, сколько звезд, я не знаю. Но не менее пяти, это точно. Автомобиль автоматически поднимает клиренс. И автомобиль автоматически определяет дорожные условия, на которых вы ездите. То есть буквально съехали и все, не проблема. Как вы заметили, два подстаканника в центральной консоли и переключение по-американски на руле. Здесь ничего не надо делать руками, не надо тягать руль, не надо поднимать, опускать сиденье. Три позиции. Под водителя, под жену водителя и под ребенка. Водителя, ну под ребенка хозяина жизни. Потому что только хозяева жизни ездят на таких автомобилях. Про конкурентов. Про конкурентов их нет и не может быть. Потому как это Mercedes. Еще что хотелось бы сказать. Даже, обратив внимание на панель, даже посмотрев и почувствовав кожу сидений, можно понять и, закрыв глаза, сразу ощутить себя в Mercedes. Я еще небольшие опции добавлю. Вот на зеркале существует светодиодная подсветка. Здесь также стоят программируемые три клавиши. Ну, вы приезжаете в свой дом, вы нажимаете клавишу, вороты открываются. Здесь вы можете в ручном режиме, благодаря вот этим ушкам, потыкать скорости. А скоростей здесь знаете сколько в этом автомате? Аж семь штук. Да. И сказав, что этот автомобиль, который безусловно является топовым для сегмента премиум, носит замечательную, огромную трехлучевую звезду, этот автомобиль сейчас в принципе доступен. И вы можете его купить по любой из лизинговых и кредитных программ, потому что, еще раз говорю, машина 2008 года выпуска. Ну, а теперь самый серьезный тест, который мы решили устроить. Это тест по тому, как машина умеет ездить по бездорожью. При этом обратите внимание на положение камеры. С какой скоростью мы сейчас ездим? По полевой проселочной дороге. Восемь, ну, прошу прощения, 60 км в час. У нас редкий автомобиль, посмотрите, себя так ведет. Мягко и авторитетно. При этом, ну, да. В общем, есть у меня один товарищ, который хочет купить премиум автомобиль. Я ему, все-таки, посоветую купить жирку. Потому что, потому что, действительно, на этом автомобиле с трехлучевой звездой можно спокойно. Выехать на поле. Ну, что мы сейчас и делаем. Здесь вообще нету никаких там условий для эксплуатации. Безалтернативное. И при этом, ну, да, почки чувствуются. Ну, здесь, допустим, на другом джипе, вы бы, наверное, выглядели, если бы вы подкусили. На GL320 вы едете абсолютно легко и не напрягаясь. Вот так вот. Такое чудо техники, которое сейчас доступно и привезено из Америки. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!